Издательство Эксмо. Татьяна Устинова. Близкие люди. Все предвещало, что у кролика опять будет очень занятой день. Едва успев открыть глаза, кролик почувствовал, что сегодня все от него зависит, и все на него рассчитывают. Это был как раз такой день, когда надо было, скажем, написать письмо, подпись кролик. День, когда следовало все выяснить, все проверить, все разъяснить. Александр Милн, Винни-Пух и все-все-все. Было темно и сыро. Дождик прошел, и в воздухе пахло весной, влажной землей и стройкой. Странно, подумал человек, стоявший почти на самом краю свежего котлована. Наверное, точно так же пахло, когда древние египтяне строили свои загадочные и великие пирамиды. Шел дождик, должно быть, редкая штука в тех краях. Земля раскисала и размягчалась, как сентиментальная старуха от слезливого фильма, и во влажном воздухе повисал запах стройки. Две с половиной тысячи лет прошло. Никто и никогда ничего толком не узнает о том, что было тогда. А запах не изменился. Человек усмехнулся и швырнул в котлован окурок. Маленькая оранжевая комета мелькнула в вязкой темноте и исчезла, потухла. Что-то сегодня его потянуло на философские размышления. К чему бы? К старости, что ли? Вот бы удивились те, другие, если бы могли подслушать его мысли. Для них он никто, они его и не замечают даже. Разнорабочий, подай, принеси, подержи, за бутылкой сбегай. Его это забавляло. Он знал о них гораздо больше, чем они о нем. И в этом было его неоспоримое преимущество. Когда-то еще в школе он прочитал о том, что всеми событиями на земле управляют вовсе не те, кто громче всех кричит и размахивает флагом на баррикадах. Можно кричать и размахивать сколько угодно, хоть всю жизнь, и даже не догадываться о том, что все это исполнение чьей-то чужой и более сильной воли. Никогда ему не хотелось быть впереди. Он всегда оставался в тени, незаметный, серый человечишка, годный только тачку возить да бегать за бутылкой. Он усмехнулся. О нем никто ничего не знал. Зато он знал все обо всех. За это знание многие, большинство, готовы были выложить любые деньги. Было очень тихо, только где-то монотонно капала вода. А кап, 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 кап. И запах земли и влажного бетона становился все более отчетливым, каким-то предутренним. Ну, и сколько ему еще ждать? Конечно, он человек маленький. Ему подождать ничего не стоит, но время шло, а машины все не было. Пожалуй, придется придумать какое-нибудь наказание. Нельзя в самом деле позволять им опаздывать. Он посмотрел на часы. Ну да, почти на полчаса. Он знает, каким будет наказание. Одна мысль об этом доставила ему такое удовольствие, что он зажмурился и засмеялся. Нет, флагами на брикадах пусть размахивают дураки. Мы умные. Мы как-нибудь потише. А вот и машина. Со стороны шоссе приближалось негромкое, сытое урчание заморского двигателя. В темноте разобрать ничего было нельзя. Прожектора по всему периметру стройки разбивали прям-таки с маниакальным упорством. Они не горели почти никогда, хотя шеф каждую неделю заставлял покупать новые лампы. Небось, денег на это ухнул целую кучу. И вообще... Ну и и к дьяволу эту стройку. Что-то непонятное то и дело происходит вокруг. Вот получу то, что мне причитается. Накажу кого надо за своеволие и поминай, как звали, гори ваша стройка синим пламенем. Он начал спускаться к условленному месту. Земля с тихим приятным шуршанием сыпалась из-под ботинок. Он шел осторожно, стараясь особенно не лезть в грязь, и был уже на полпути, когда поднял голову, и под единственным уцелевшим фонарем навстречу ему блеснула мокрая крыша большой и тяжелой машины. Он замер, как насторожившийся лис, почуявший охотника. Черт возьми, это была совсем не та машина, которую он ожидал увидеть. Что это значит? Они не договаривались о том, что приедет именно эта машина. Хозяина этой машины он ненавидел и боялся. Пожалуй, единственного из них. Раз так, знать он ничего не знает. Не было никакого договора, да и все. Сделка не состоится. Он просто вышел покурить среди ночи. Покурить и оглядеться вокруг. Удостовериться, что все благополучно, а то черт знает, что тут происходит. Вон опять прожектор разбили. Что же, охранники спят, что ли, как медведи зимой? Играть ему было привычно и легко. Играл он всегда на пять с плюсом. Черт принес эту машину. Придется удвоить цену. И наказание придумать посерьезнее. Пусть не держит его за дурака. Шум мотора смолк совсем близко. Хлопнула дверь. Знает или не знает тот человек в машине, зачем он ночью бродит по котловану? Знает или нет? От этого сейчас все зависит. Ему рассказали? Или этот приезд просто обыкновенная проверка? Он сделал еще несколько шагов, остановился и вытащил из кармана сигареты. Как будто только что увидев машину, он поднял голову и стал озираться по сторонам. «Кто здесь?» спросил он громко. И собственный голос в тишине пустой ночной стройки показался ему жалким и испуганным. Честный человек, вышедший среди ночи покурить, не может говорить таким голосом. «Это кто приехал?» В ответ не раздалось ни звука. Неподвижная гора полированного железа блестела под фонарем неживым инопланетным блеском. Но он отчертливо слышал, как хлопнула дверь. «Значит, кто-то вышел и ходит где-то поблизости. Тогда почему не отзывается?» Внезапно ему стало страшно. Так страшно, что волосы встали дыбом. «Нужно уходить. Быстрее!» В вагончиках у самой границы леса спят люди. Если он закричит, они проснутся. Конечно, проснутся. Ничего страшного. Он суетливо повернулся, увязая башмаками в жирной земле, сделал шаг, и из темноты его быстро и точно ударили в висок. Он всхлипнул, нелепо взмахнул руками и упал лицом вниз на бетонную плиту. Тело нашел Чернов, который по причине всегдашних домашних неурядиц приезжал на работу раньше всех. Поначалу, увидев в котловане неподвижно лежащего человека, Чернов решил, что это кто-то из рабочих прилег отдохнуть после вчерашнего. Человек лежал так удобно, в таком безмятежном покое, что Чернов рассверепел. Хорошо, хоть Степан еще не приехал. Была бы история, если бы этого отдыхающего нашел Степан. Вот козлы! Допились до того, что не могут по вагончикам разойтись. Уволю к дьяволу прямо сейчас, кто бы это ни был. Увольнять ему никого не пришлось. Человек был мертв. Так безнадежно, так ужасающе мертв, что у Чернова едва не отнялись ноги, когда он взглянул в белое с желтым лицо. Его уже кто-то уволил, подумал Чернов, словно сквозь вату. Даже две недели не дал, как положено по законодательству о труде. Вот только этого им всем сейчас и не хватало. Вот все у них сейчас замечательно и хорошо, только трупа не доставало. Как-то скучно было без трупа. Чернов быстро закурил, стараясь не смотреть под ноги, где лежал покойник. Хуже всего, что это был не абстрактный труп, а Володька Муркин, разнорабочий, которого он сам нанял с месяц назад. Володька, как Володька, в меру пьющий, невзрачный, вечно суетливый, как будто стремящийся всем услужить. Чернов его не любил. И как он умудрился свалиться башкой на эту плиту? Куда его понесло? Вроде сильно он никогда не пил. Может, вчера подрался? С кем? Если с кем-то из наших, все, мы пропали. Приедет милиция, начнутся разбирательства, идиотские допросы, вызовы в отделение и прочее. Работа встанет, а время не просто поджимает, оно давит на нас, как кузнечный пресс. Великий Господи, сделай так, чтобы не было никакой драки, чтобы он сам свалился. Пусть нехорошо, что я тебя об этом прошу, но сделай так, Господи. Вадим Чернов, 37 лет от роду, самоуверенный, образованный и упрямый, как все бывшие военные, не верил в науку криминалистику, и был совершенно точно уверен, что никакую картину преступления, по одному следу, оставленному на Земле или сгоревшей спичке, воссоздать нельзя. Расследования убийств казались ему такой же глупостью, как попытка определить, есть ли жизнь на Марсе, глядя на этот самый Марс в театральный бинокль. Да и не понимал он, зачем расследовать, когда можно не расследовать, а засадить за решетку первого попавшегося под руку и написать в отчете, что убийца пойман и больше угрозы для общества не представляет. Пусть все, что угодно. Пусть работяги вчера в стельку надрались. Пусть обнаружится несоблюдение каких-нибудь очередных правил техники безопасности, но только не драка. Потому что если драка, значит убийство, значит расследование. В общем, конец света. Черт бы взял этого Муркина, выбравшего такое неподходящее время, чтобы откинуть с сандалии. Хотя, может, именно черт его и взял. Понимая, что милиция все равно приедет, даже если это просто несчастный случай, Чернов отступил назад, стараясь попасть в собственный след. Все же детективы он почитывал и знал, что возле трупа лучше ничего не трогать. Блабоохота что-то там еще и трогать. Чернов полез в карман за телефоном, но тут же в раздражении сунул его обратно. Как он не хорохорился, но вид мертвого Володьки произвел на него гораздо более сильное впечатление, чем он сам мог себе признаться. Руки были не просто влажные, они были мокрые и холодные, как шкура дохлой рыбы. Он сердито зашагал к тонкой водопроводной трубе, нелепо торчавшей на краю котлована, отвернул шершавый вентиль и попил мутной ржавой воды, потом плеснул в лицо. «Возьми себя в руки, чай не барышня». Он злобно утер физиономию подкладкой куртки и посмотрел по сторонам. Вокруг никого не было, только в отдалении у вагончиков начиналась привычная утренняя жизнь. Чернов взглянул на часы. Шесть, седьмой. «Никто еще ничего не знает», подумал он тоскливо. «Для всех пока что начинается обычный день. Только он, Вадим Чернов, стоит в двух шагах от трупа Володьки Муркина и не может заставить себя позвонить». Он вздохнул и снова посмотрел в котлован, смутно надеясь, что труп куда-нибудь исчез за то время, пока он умывался. Труп, будь он неладен, был на месте. Что-то поблескивало на полпути между мертвым Володькой и бетонным столбом, к которому был прикручен прожектор, как будто с золотой кольцо в куче навоза. Чернов взглянул, прищурившись, и стал спускаться по дуге, обходя труп. Стараясь не смотреть в его сторону, он копнул носком ботинка рыхлую землю, какой-то длинный и узкий предмет, похожий на тюбик губной помады, сверкнув полированным золотым боком, подпрыгнул и мягко шлепнулся неподалеку. Чернов наклонился, поднял его и вытер о куртку. Это оказалась зажигалка. Стильная, позолоченная зажигалка, на которой было выдавлено черным «Кельмессе». Зажигалка принадлежалась Степану. Он привез ее в марте со строительной выставки из Германии, куда поехал с Беловым, оставив Чернова за старшего. Чернову тогда тоже хотелось в Германию, тем более, что он никогда еще не был за границей, но Степан решил, что поедет Белов. Значит, Степан эту свою драгоценную зажигалку потерял, да еще в таком неподходящем месте. Чернов думал всего одну секунду, а потом сунул зажигалку в карман. Даже идиоту ясно, что Степан не может иметь отношения к смерти какого-то никому не нужного распоследнего рабочего с собственной стройки. А раз так, значит, зажигалку это он просто сунул мимо кармана, когда вчера или позавчера лазал по котловану. И ментам об этом знать совсем не обязательно. Преодолевая себя, Вадим еще раз посмотрел вниз на Володьку, отвернулся, выматерился и решительно достал телефон. Пап! Шум воды в трубах, шипение яичницы на сковороде, развеселые вопли ведущего утренней программы на радио. Апа! Стук посуды и пронзительный взвизг кофемолки. Папа! Степан вздрогнул и оглянулся, чуть не выпустив кофемолку из рук. Пап, ну ты чего, совсем уже? С Ивана на пол текла вода. Он стоял в дверном проеме мокрый и совершенно голый. Степан уставился на него, как будто впервые увидел. Я тебя зову, зову, ты что, не слышишь? Нет, сказал Степан, не слышу. Уже пора? Давно пора. Ответил Иван обиженно и зашлепал в ванную, бормоча себе под нос. Зову, зову, два часа уже. Степан переставил сковородку, хлопнул по кнопке чайника и пошел в ванную вслед за сыном. Давай! Приказал Иван и зажмурился. Он стоял в ванне. Острые локти, выпуклые коленки, ребра все до одного можно пересчитать, ручки-палочки и ножки-дощечки. Кого он такой худющий? Степан усмехнулся. Утренний ритуал никогда не менялся. Просто сегодня он что-то отвлекся и про ритуал забыл. Готов? Переспросил Степан, повыше поднимая ведро с холодной водой. Иван сосредоточенно кивнул, не открывая глаз. Степан перевернул ведро, вода отвесно упала на Ивана, так что он даже покачнулся, стекла по всем ребрам, по ручкам-палочкам и по ножкам-дощечкам. Иван моментально покрылся гусиной кожей и встряхнулся, как собачонка. Степан сунул ему полотенце. «Ты просто супер-бизон!» сказал он нелепую фразу, которая приводила Ивана в восторг и тоже была частью ритуала. Из полотенца вынырнула розовая мордаха, сияющая кривоватыми передними зубами. Просто ангел божий, а не ребенок. Степан тяжело вздохнул. «Вытирайся и давай завтракать, мне некогда». «Тебе всегда некогда», заявил Иван из полотенца. «Тебе когда-нибудь будет есть когда?» «Так нельзя говорить», поправил Степан машинально. «Нужно сказать, будет ли у тебя время». «Да какая разница? Времени-то все равно не будет». Внезапно Степан пришел в сильное раздражение, как будто Иван в чем-то несправедливо обвинял его. «Вот если ты будешь все время со мной базарить», сказал он, хотя Иван вовсе и не базарил, «времени у меня совсем не станет». И ушел на кухню. Конечно, ему некогда. Он работает с утра до ночи. Все мечты о том, что в один прекрасный день дело пойдет без него, а ему останется только пожинать лавры, ежедневно разбивались в дребезги, как любовная лодка обыт в стихах революционного поэта Маяковского. Иногда ему приходится работать по субботам и даже по воскресеньям. Степан разложил по тарелкам яичницу. Он понятия не имеет, куда деть Ивана, когда начнутся каникулы. Черт бы взял эту продвинутую школу, где каникулы начинаются почему-то в апреле. В прошлом году у них все лето жила мама, а в этом году мама смерла. «Иван!» крикнул Степан громче, чем нужно. «Ну где ты там?» Думать об этом с утра нельзя. Об этом можно думать только ночью, когда Иван спит, и впереди еще пять часов, чтобы прийти в себя. Степан не мог позволить себе такие думы с утра пораньше. «Пап, где моя черная водолазка?» «Посмотри в шкафу». «Да нет ее в шкафу, я уже смотрел». «Иван, я ее не надевал, если ты об этом спрашиваешь». «Я спрашиваю, где моя черная водолазка?» Голос уже почти дрожит. «Не восьмилетний мужик, а рох ли и мям ли ей богу?» Степан стукнул сковородкой о плиту и большими сердитыми шагами пошел в комнату к сыну. Иван стоял перед распахнутым шкафом и зачем-то перебирал трусы на нижней полке. «Трусы ты тоже потерял?» спросил Степан язвительно. «На, вот твоя водолазка. Ты что, не можешь голову поднять и посмотреть?» Он был неправ и знал это. Домработница Клара Ильинишна почему-то положила Иванову водолазку очень высоко, постельное белье. Иван снизу ни увидеть, ни достать ее не мог. «Одевайся быстрее», приказал Степан. «Мы уже опаздываем». Он привозил Ивана в школу очень рано, раньше всех остальных детей, и сдавал с рук на руки классному руководителю или по-новому воспитателю Валерию Владимировичу. Наверное, с полчаса Иван сидел в классе один. Привозить его позже Степан не мог. Он начинал работать очень рано, с половины девятого, и все равно ничего не успевал. Пришел Иван, волоча за собой стильный немецкий рюкзак, который отец привез ему из Кёльна. Рюкзак сын швырнул в угол, а сам сел, зацепил свои облаченные в джинсы дощечки за ножки стула и заныл. «Опять яичница!» «Не хочу я никакой яичницы! Сколько можно ее есть? Вчера Клара Ильинишна в холодильнике кашу оставила. Пшенную!» Степану стыдно было признаться, что кашу он сам вечером съел. Ему тоже смертельно надоели покупные антрикоты и кургриль, поэтому он сказал грозно «Ешь давай!» и подвинул сыну тарелку и налил морковный сок, который Иван терпеть не мог и пил, зажимая нос пальцами. Иван взглянул отцу в лицо совершенно черными Леночкиными глазами и, очевидно, увидев там что-то, пререкаться не стал и начал покладисто ковырять яичницу. Лучше бы скандалил. «Хочешь, вечером в ресторан пойдем, а?» предложил Степан. Чувство вины требовало какого-то выхода. «В какой-нибудь итальянский, где макароны подают». говорил Степан». по-настоящему.